В Прикамене уже не первый год активно применяется система ЭПОС в образовании. В ближайшее время она, возможно, получит новый апгрейд, и не только. О информационной готовности региона мы поговорим с руководителем магистрской программы Пермского классического университета «Цифровое государство», депутатом Законодательного собрания Пермского края Сергеем Исаевым. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот история про апгрейд ЭПОСа, и не только, я понимаю, про информационные технологии. Если поговорить, что меняется, что будет в ближайшее время, чего ожидать? Ну, давайте с самого начала, в некий контекст. Электронная система ЭПОС, Пермская образовательная система, была внедрена в Пермском крае в 2019 году. И имела очень такое постепенное развитие. В самом начале это был лишь электронный дневник, электронная база знаний. Мы все пользовались оценки, смотреть успеваемость наших учеников, наших детей. На сегодняшний день эта система выросла. Это 850 тысяч активных пользователей, это 830 тысяч родителей и учеников, и 20 тысяч представителей учебных организаций. И я в ежедневном формате пользуюсь этой системой. Надо сказать, что устойчивость системы как раз она меряется количеством пользователей. Это действительно классное решение Пермского края. Создатели объявили, что в этом году действительно произойдет апгрейд, будет встроенный элемент искусственного интеллекта, будет такой цифровой помощник, который расширит функционал. И по большому счету в формате бесшовности закроет весь путь ученика до школьного возраста, до окончания школы, может быть даже пройдет дальше, в последующие этапы обучения. Этот цифровой помощник будет помогать выстраивать персональные образовательные траектории, будет подсказывать, что у ученика получается хорошо, а где надо усилить. Будет заниматься профориентацией. Вот такой элемент, сейчас как модно говорить, языковой модели GPT, в скором времени в некотором варианте будет интегрирован в систему APOS. Что касается искусственного интеллекта, какие еще новинки нас ожидают в этом году? Может быть не только в этом? На госуслугах уже есть помощник МАКС, который обработал уже более 600 миллионов запросов. Это огромная база, которая поможет дальше развивать. Интеграция языковой модели поможет сделать его действительно эффективным по выбору оказанию огромного количества услуг без участия человека в автоматическом режиме. У нас есть хорошие модели языковые, гигачат от Звербанка, Яндекс, GPT от компании Яндекс. Гигачат, к слову, по некоторым параметрам опережает, чат GPT 3.0, Турбо. Поэтому Россия здесь готова представить достаточно большое количество компетенций в этой сфере. То есть вариант импортозамещения? Абсолютно, да. И мы в ближайшее время увидим в огромном количестве секторов действительно эффективные модели оказания услуги при помощи вот таких помощников быстрого решения. Особенно все, что касается типовых решений. Я достаточно часто пишу обращение в банк, в службу поддержки банка по компенсации бизнес-залов при перелетах, например. И мне отвечает живой человек. Вот эти модели, они уже прямо сейчас замещаются. К слову, мы очень быстро их не заметим, что человек будет заменен на управляющий программное обеспечение. И вот эти сферы будут расширены на сферу образования, ЖКХ, здравоохранения на огромное количество сфер. Кстати, вы затронули тему ЖКХ. Как там, на ваш взгляд, будет меняться ситуация? Тоже будет внедряться искусственный интеллект? Я могу говорить про Аппликаме, если говорить. Смотрите, если говорить про Аппликаме, надо сказать, что мы один из регионов-лидеров по цифровизации и продуктам, которые мы генерим как для себя, так и вовне. Если вот у нас, возвращаясь шаг назад, ЭПОС была признана одной из лучших образовательных систем. И в середине прошлого года мы получили премию за этот продукт, как новация в сфере управления образованием. То несколько ранее мы получали премию как регион за программный продукт, который называется «Стройконтроль». Это программный продукт, который необходим для застройщиков при сдаче домов, при управлении домов. Это такой программный продукт, который помогает профильным министерствам Пермского края при коммуникации в сфере строительства. Я не уверен, что прямо здесь и сейчас надо интегрировать эти модели, но вполне возможно, что при таких классических стандартных обращениях эти модели можно применять. В чем преимущество как раз языковых моделей? Мы можем обучить и сейчас есть уже готовые ассеты для интеграции в любую корпорацию, в любую компанию, в компанию РБК. Вы же тоже общаетесь с клиентами, вы общаетесь с большим количеством людей. И вы можете взять программные продукты и интегрировать в свою работу. Точно так же будет поступать и Министерство ведомства в Российской Федерации, так и в Пермском крае, безусловно. А если поговорить про бизнес, какие новинки для того, чтобы упростить работу бизнеса и облегчить работу, или такие помощники с помощью информационных технологий, с помощью искусственного интеллекта нас ожидают в ближайшее время? Есть что-то такое? Смотрите, давайте вначале про наш региональный уровень, потом, наверное, про общий мировой. Я буквально вчера заезжал в Иолопарк, это у нас два центра развития и инноваций, сейчас это Иолопарк и Майон Диджитал, компания, которая действительно делает мировые продукты. Я как раз обсуждал развитие финтех-проектов и проектов в области поддержки бизнес-процессов. По большому счету, то, о чем мы говорим, упрощение, ускорение, и, наверное, один из основных трендов и для России, и для Пермского края, это импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета в информационной среде. Вот эти три тренда, которые идут вместе и сопровождают все бизнес-процессы. Еще раз, государственные, вот у нас прошло первое заседание в этом году законодательного собрания, мы достаточно так внимательно смотрели на новую информационную систему. Она изменилась, она переехала на национальную, мы полностью импортозаместили все элементы информационной системы законодателя и личный кабинет депутата теперь стал безопасней, надежней. Мы недавно все видели, что такое некоторая сложность с доступом в интернет и как это негативно сказывается. Это сказывается на всех сферах, в том числе у законодателя это важно. В бизнесе то же самое. Большинство бизнес-решений, построенное все-таки было, как минимум, на системе Oracle и Microsoft, баз данных. Вот это сейчас перестраивается на национальные продукты. Диасофт, например, компания, которая сейчас очень активно двигается по России, предлагая свои решения. Но у нас есть и достаточно уникальные продукты. Я боюсь, что это будет немножко слишком глубоко в технологию. Например, пьемский проект Difrolab, который был признан одним из лучших технологических проектов России пару лет назад. Это программный продукт для проектирования фотонных интегральных схем. Тоже сейчас смотрит над процессом автоматизации и интеграции языковых моделей. Но немножко с другой стороны, для более простого проектирования элементов фотонных интегральных схем, для создания уже новых продуктов. Продуктов, которых сейчас не существует. Мы их можем только лишь представить. Сергей, спасибо большое за это интервью. Я еще раз напомню, что мы сегодня говорили про развитие цифрового пространства, о цифровой готовности региона и о новинках с руководителем магистрской программы Пермского классического университета «Цифровое государство», депутатом Законодательного собрания Пермского края Сергеем Исаевым. Пермского классического университета «Цифровое государство»